Всем привет, с вами Вадим Казин и сегодня в этом видео на примере британского эсминца 9 уровня под названием Ютланд я попробую вам объяснить, как все-таки лучше играть на британских эсминцах, чтобы это приносило пользу команде. Почему я решил записать это видео? Я сейчас активно прокачиваю эту ветку сейчас в настоящий момент на Ютланде. Можно также, кстати, считать, что это будет такой небольшой обзор этого эсминца, но в общем я решил затронуть все равно общую тему британских эсминцев, потому что на примере вот этой вот девятки в нашей игре мы можем уже, скажем так, интерполировать данные на эту девятку, на десятку, на восьмерку, частично на семерку. И практически совсем чуть-чуть достанется шестерке. То есть наверняка найдутся игроки, которые не понимают, как и какой ключик подобрать к этому кораблю, чтобы приносить успех и победу своей команде. Ну, в общем, давайте перейдем сразу к делу. Рассмотрим быстренько ТТХ этого корабля, в чем плюсы, в чем минусы и попробую все это дело показать в бою. Итак, давайте сначала рассмотрим командира. Командир у меня здесь всего лишь только 18 очков, из них только 17 очков я раскидал на навыки командира. На первом уровне все понятно. Здесь, я думаю, тоже все понятно, чтобы мы все-таки имели скорость, когда у нас выбьют какие-нибудь модули. И, соответственно, вот этим навыком мы стараемся, чтобы нам максимально меньшее количество модулей выбивали, особенно двигатели, рули для эсминца, для скорости, для маневра. Это очень важно. Далее, 9 уровень. Вот таким вот навыком мы увеличиваем количество очков боеспособности. Все-таки иногда мы перестреливаемся артиллерийским огнем, и если у нас хп чуть-чуть побольше, у нас есть небольшое преимущество по сравнению с тем эсминцем, если у него нет вот именно такого навыка у своего командира. Далее, суперинтендант. Почему? Потому что у нас на 9 уровне появляется хилка. Это тоже очень важно для эсминцев, поэтому, чтобы количество хилок было максимальное количество, я все-таки прокачал суперинтендант. Дальше, инерционный взрыватель. Это я объясню чуть-чуть попозже. Ну и обязательно маскировка для командира. Давайте возвращаемся в порт и смотрим максимально быстро ТТХ этого корабля. Итак, боеспособность 21-550. Это, естественно, с навыком у командира на увеличение хп и прокачкой и установкой всех модулей, какие есть у этого корабля. То есть, все максимально прокачано. Далее, артиллерия. Обращаем внимание, что калибр у британских эсминцев, по крайней мере, у восьмерки, девятки и, возможно, даже у десятки, точно там не помню, 113 миллиметров. То есть, это не те стандартные 120, 127, 130 миллиметров. У нас 113 миллиметров. И поэтому инерционный взрыватель надо обязательно открывать у командира, чтобы наносить максимальный урон фугасами. То есть, ну, надо, надо. И без инерционки будет наносить урон очень-очень тяжело. Дальность стрельбы 12,5 километров. Ну, мне этого хватает. И пока достаточно. Баллистика не самая лучшая. Торпеды. У нас здесь 533 миллиметра. Это такой калибр у наших торпед. У нас два торпедных аппарата пятитрубных. Соответственно, 10 торпед мы можем выпустить, что на левый борт или на правый борт. Здесь или туда, или сюда. И особенность у этих торпед то, что мы можем пускать потрубно. Но это как и является плюсом, так же и является и минусом. Я, если не забуду, об этом все вам расскажу именно во время боя, когда я буду это делать. Дальность хода торпед 10 километров. Скорость хода торпед 62 узла. Ну, такая вот, скажем так, средненькая скорость. Далее. ПВО есть. Что-то можем сбивать. Но прям надеяться, вот именно что-то там большое количество самолетов сбивать нет, не получится. У нас все-таки не ПВО эсминец, как, например, грозовой. Далее. Маневренность. Скорость 35,7 узлов. У нас нет расходника Форсаж. Поэтому это вот максимальная скорость, которую мы можем развить. Радиус циркуляции 610 метров. Время перекладки руля 3,4. Ну, в принципе, значения средненькие. Маскировка 5,7 километров. У эсминца 9 уровня. Соответственно, в восьмерке, десятке здесь циферки будут немножко другие. Но этому эсминцу хватает. Да, нас могут пересветить японские эсминцы. Тот же самый Юбари, там Кагера, Шимакадзе. Мы, в принципе, если я не ошибаюсь, с паназиатами. Девяткой, по-моему, даже десяткой на одном уровне находимся. Всех остальных кораблей. Всех остальных кораблей, включая эсминцы советские, немецкие. Мы пересвечиваем. И это большой-большой плюс. Итак, давайте посмотрим, что у нас тут есть в модернизации, что я установил. Соответственно, говорить, зачем я это сделал, надеюсь, не надо. В принципе, так, я думаю, все понятно. Давайте рассмотрим снаряжение. Снаряжение. Я уже говорил, что у нас есть хилка. Это большой плюс. У нас есть гап. Но гап довольно-таки интересный. Он максимальный радиус действия этого гапа составляет 3 километра. Как и на корабли, так же и на торпеды. Действительно, очень помогает. Дымы. Дымы очень своеобразные. И не все новички могут привыкнуть к этим дымам. Дымы очень короткие. Они всего лишь держатся 40 секунд. И поверьте вам, если вы привыкли играть на каких-нибудь артиллерийских эсминцах, такие вот, как американские, вы ставите себе дымы и начинаете там из них стрелять, набивать урон, вызывать пожары, вы довольны, счастливы, то после именно такой вот тактики, после игры на американских эсминцах, когда вы сядете на британские эсминцы, вам будет просто некомфортно. Потому что вы только дымы поставите, только начнете стрелять, и внезапно у вас уже дымы тут заканчиваются. 40 секунд действительно очень-очень маловато, но к ним надо привыкнуть. Большой плюс в том, что здесь количество, именно возможности установить дымовую завесу составляет 7 зарядов. Это, в принципе, как бы для игры иногда хватает, но не всегда. Далее у нас есть аварийная команда. Здесь все стандартно. Внешний вид. Внешний вид. Камуфляж. Есть голдовый, с такими характеристиками. Вот так вот он выглядит. Но, естественно, я его ставить не буду, потому что... Ну, это девятка, это как бы проходной корабль. Хотя, в принципе, мне этот корабль как бы более-менее нравится. Но, скорее всего, на десятку куплю, на девятку покупать не буду. Далее, сигналы. Вот такие вот сигналы у меня стоят. Я думаю, здесь все понятно. Здесь я опыт фармлю на быстрее прокачку, на быструю прокачку, вернее, вот это вот, на быструю прокачку этого корабля. Дальше я стараюсь пофармить опыта для командира, включая это. Ну, а тут все стандартное для эсминцев. Ладно. И флажок, да, крайний какой-нибудь флажок из альфа-теста. Здесь я все объясню. Давайте пойдемте в бой. И надеюсь, надеюсь, что команда мне соизволит помочь. И я вам наиболее ярко продемонстрирую, как все-таки играть на британских эсминцах. И, кстати, по характеристикам они примерно одинаковые. То есть, там нет таких вот резких отличий, когда у вас сначала одни-одни-одни эсминец, а потом какую-нибудь там восьмерка, либо девятка резко отличается. Вплоть до того, что придется вам командира переобучать. А потом десятка, допустим, возвращается, либо остается, допустим, как восьмерка-девятка. Здесь такого нету. Здесь все, как говорится, именно ветка. Она однообразная, единообразная и так далее, так далее. Ладно, пойдемте в бой. Ютун, девятый уровень. Надеюсь, будет все хорошо. Итак, мы видим авианосцы. Надеюсь, все-таки авианосцы не попадутся в наш бой. Потому что авианосцы, они очень сильно влияют на игру эсминцев. Это, наверное, единственный класс, который действительно очень сильно влияет на дамаг. И, слава богу, меня услышали. Рандом, великий и могучий. И не закинул авианосцы в мою сторону. Итак, видим список команд. В первую очередь, нас интересуют крейсера. Крейсеров здесь у нас 4 штуки. Три из них с РЛС. Две из них Москвы. Москва. Две Москвы. Соответственно, радиус здесь РЛС 11,7. Если я не ошибаюсь. Или 11,3. Либо 11,7. Ну, в общем, много. А мы помним, что у нас торпеды идут 10 километров. Поэтому, как бы, тут надо с ними быть очень аккуратно. Грозовой. Тоже такой не самый веселый противник для нас. Потому что имеет хилку, имеет хорошую баллистику. И может нас очень прилично, так, скажем так, пострелять. Так же, как и Акизуки. Который, скажем так, нас тоже может перестрелять. Заметили, что есть Дымонь. У которого есть РЛС и хорошая скорострельность. То есть, по составу команд уже сразу ясно, что надо играть. Кстати, еще и Миссури есть. У них линкор с РЛС. Получается, что у них как бы все с РЛС нехорошо. Ну, в общем, надо играть максимально аккуратно. Не лололо рашить. Ну, короче, стараться сыграть очень-очень аккуратно. Ну, попробуем. Четыре эсминца в бою. Что там, что здесь. Здесь Миссури. Зал. И вообще, нас здесь трое. Здесь надо быть готовым к тому, что придется, скорее всего, уходить с этого фланга. Уходить с этого фланга. Ладно, обещал вам рассказать по поводу пуска торпед. Именно, как он по одной торпеде запускает. И плюс, и минус. Дело в том, что вблизи, на некотором расстоянии, да, действительно, это плюс. Есть возможность буквально в разные места накидать торпед. Все большое количество. На больших расстояниях. Здесь все очень сильно зависит именно от вас, от вашего опыта. Да и просто от везения. И как именно поведет себя противник. Потому что ты думаешь, что вот он идет так. Выпускаешь весь, вообще все торпеды в одну, условно говоря, линию. А линкор чуть-чуть подвернул, либо чуть затормозил. И все торпеды прошли мимо. Поэтому, кстати, видим, что вот Москва идет у нас. Один РЛСник тут есть. Здесь есть два варианта, как действовать. Это вот встать за этот камушек, поставить дымы, включить гап и просто блокировать точку. Но тогда я и сам не увижу, что тут вообще творится вот именно впереди. И своим союзникам не покажу тоже. Сколько кораблей идут сюда. Зачем они сюда идут. Вообще, какие силы там и так далее. Так, здесь есть Москва. Кидаем на нее торпеды. И убегаем от РЛС. Это, в принципе, вполне ожидаемо было. Да, все-таки 11,7. Еще осталось немножко. Мы ушли. Подождем, когда пройдет РЛС. Здесь я, к сожалению, вообще ничего сделать не могу. То есть, это Москва. Да, РЛС большая. Точность хорошая. И вообще, в принципе, ничего мне не дал сделать. Ну, может быть, все-таки получит хотя бы одну торпедку. Да, одна торпедка есть. Так, дымы перед залу ставить нет смысла. Но поджечь все-таки Москву надо бы. Мы сделаем вот так вот. Теперь поставим дымы. ЗАУ будет подсвечивать Москву. Москва у нас далеко светится. Надеюсь, Москва мне тут не попадет в дымы. А мы попробуем ее поджечь. Конечно, расстояние большое. Но Москва, кстати, и так горит. Спасибо, ЗАУ. Помним, что дымы у нас короткие. И надо из дымов уходить, потому что вот 100% сюда идут торпеды. Включаем ГАП. Потому что здесь где-то вражеский все-таки эсминец. Держим Москву. Стараемся в засвете. Видим, что там еще одна Москва идет. А у нас уже минус флетчер. Конечно, для кораблей 9-10 уровня не хватает дальности торпед. Ну, вот так вот. Понятное дело, что это балансные правки. У нас уже минус 2 корабля. У нас уже минус 3 корабля. Уже, кстати, конкирора поподжигать. Да, мы это сделали. Может быть, сейчас еще и торпедку славит. И я очень сильно надеюсь, что там будет затопление. И мы сделаем там двумя эсминцами все-таки первый фраг. Да, конь, до свидания. Ну, Саша и Москва видим. Блин, не дают нам точку захватить. Такие две Москвы. Но мы сейчас попробуем чуть-чуть. Пришлось выйти. Потому что Москва достает РЛС своим. Габ у нас работает 3 минуты. Это большой плюс. Так. Я надеюсь, что все у нас тут уже РЛС-ка прошла. Торпеды перезаряжаются чуть больше минуты. Вернее, чуть больше полутора минут. Сто с чем-то секундом. Так, ну Саша хочет разогнаться. Вопрос в том, что хочет ли он разогнаться или не хочет. Можно, конечно, в Москву торпед накидать. Или просто сделать приятное с полезным. Вообще, конечно, лучше уходить с этой стороны. У нас уже минус 4 корабля. Команда не хочет играть. Да, не получилось нам тут два корабля поймать. Надо уходить. Две Москвы все-таки. Держим Москву в свете. Так, Москва отстрелялась. Значит, она будет еще 20 секунд светиться. Надо ее поджигать. Конечно, крейсера горят всего лишь только 30 секунд. Но это тоже дает хоть что-то. Позволяет снять какое-то количество очков боеспособности. Да, есть пожар. Вот, кстати, что делает инерционка. Мы хотя бы можем крейсерам наносить урон. Ну и потихоньку будем отходить. Ну у нас и так светит, поэтому стреляем. Помним, что позади где-то нас еще и Гума бродит. Так, Москва все-таки утопила каким-то образом Шимакадзе. И да, печаль. Команда противника получила преимущество. Остаемся мы одни на этом фланге. И мне от залу нужна поддержка. Ну Саша уходит. Остается здесь где-то и Гума и Москва. Москва, и Гума, и Москва. Конечно, двое против одного. Москва ушла. Давайте все-таки. Ну пока. Пока не будем ГАВ включать. Надеюсь, какую-нибудь шальную торпеду я здесь не сломлю. Точка захватывается. Есть возможность ее захватить. Это радует. Так, небольшой давайте итог подведем. Да, на этом фланге здесь по количеству кораблей изначально противника, конечно, было больше. Плюс преимущество было в двух РЛСах. Соответственно, они просто не дали возможности захватить эту точку, как-то заблокировать и так далее. Шимакадзе, конечно, здесь молодец. Постарался, повоевал. Но все-таки надо было как-то выжить. Выжить. Шимкой было бы здесь, конечно, сейчас поспокойнее как-то. Плюс мы видим на мини-карте, что Грозовой куда-то сюда бежал. И вполне возможно, что Грозовой сейчас где-то здесь может появиться. Так, точку мы захватили. Идем следом за Москвой. А, вот он, Игума. А вот и Игума. Привет, Игума. Надеюсь, ты здесь один и нет Грозового. Пытаемся его здесь утопить. Не забываем включать гав. Видим один Верт Орпет. Уходим от него. Ну, Игума, они такие товарищи. У него может быть еще Верт Орпет. Горим, ничего страшного, у нас есть Хилка. Надеюсь, я здесь какой-нибудь остров не воткну сейчас. Так, Орпет у него нету. Теперь тушимся и включаем Хилочку. Так, сделали. Два фрага. Идем дальше. Минус проблема. Ну, опять на том фланге наша команда не хочет вообще никак играть. Так, Грозовой где-то на точке П. Уходят от нас противники. Торпеды не достанут. Даже если сейчас кидать в ихнюю сторону. Тут и так вот большое расстояние. А тем более пока пойдут торпеды. И цели еще дальше уйдут. В общем, ни к чему хорошему это все дело не приведет. Единственное, что я могу здесь сделать, это просто заблокировать точку Б. Но здесь Москва, здесь Грозовой. Соответственно, Москва это РЛС дает. Грозовой за счет своей скорострельности и хорошей артиллерии просто меня расстреливает. Я не обратил внимания, сколько у Грозового количество очков боеспособностей. Но я думаю, там приличное количество. Хилка у меня осталась одна единственная последняя. И в принципе, ну, что тут остается? Провести яркую, красивую жизнь. Поэтому все-таки я хилюсь. Зал сам светит все эти цели. То есть, в принципе, я как бы могу стоять, стоять здесь в дымах. И обидно то, что у меня габ заканчивается. Да, Москва решила никуда не уходить. В принципе, я могу рискнуть и выпустить его в сторону торпеды более за свет. Позволяет это делать. И допустим, если вот так вот Москва успеет еще развернуться. Сейчас, как только Москва увидит мои торпеды, он сразу включит РЛС. Потому что он сразу узнает, что я здесь. Как только он включит РЛС, соответственно, я сразу начну светиться. Хотя он, в принципе, и так уже понимает. Да, вот он включает РЛС. Чтобы избить захват, потому что захват кто-то берет. А вот и грозовой. А вот грозовой ты мне здесь совсем не нужен. Хотя ты мне и так будешь расстреливать. Так, что тут у нас? Я не могу понять, РЛС еще работает или не работает. Ладно, придется все-таки стреляться. Что еще остается? Кого-то я вогнал торпеду одну. Скорее всего, в Москву. Ну, в этой дуэли я проиграю. Все-таки очков боеспособности побольше. Единственный шанс, что у меня здесь еще и два пожара. Но у меня торпеды не успеют перезарядиться. Поэтому шанс, только если затораниться с ним, и будет просто фраг. Так, да. Ну, ребята, все, что можно, все, что хотелось. Я постарался выжать с этого, именно эсминца. Три фрага сделал. Попробовал все-таки взять точку Б. Но не получилось. Все-таки, когда ты играешь на эсминце, очень важно для тебя понимать, какое количество крейсеров, и с каким именно, с каким РЛСом, там, советские, американские, есть вообще, именно в этом бою. Потому что, действительно, это очень сильно влияет на твою, на твою игру, и на результат в этом бою. В первую очередь, конечно, очень сильно влияет наличие авиации, именно, как самолетов, которые летают, вот, истребителей, там, истребители, как они, разведчики, корректировщики и так далее. Также и наличие авианосов в игре, потому что, именно как эсминец, реализовать максимальный дамаг, свой урон, но, к сожалению, это представляет для вас большую, такую, знаете, трудность, потому что, все летающее на небе, все спокойно очень светит ваши торпеды, и иногда даже, спокойно может вас засвечивать, а при желании могут просто висеть над вами, и вы, с такими короткими дымами, на британских эсминцах, вы, ну, просто не сможете ничего сделать. И, кстати, захватывать точки на этих эсминцах, вот знаете, есть у некоторых эсминцеводов такая, вот, не самая лучшая привычка, зайти на точку, поставить дымы, и стоять в ней, в этих дымах, и ждать, когда база захватится. Вот, в случае с британскими эсминцами, у вас это не получится, потому что вы не успеете базу захватить, у вас просто дымы за 40 секунд быстрее рассеются, чем вы сможете захватить базу, поэтому, ну, как бы, вот так вот. Поэтому не используйте такую вот тактику, она сама по себе, конечно, глупая, вы можете там наловить торпед, ну, за исключением, наверное, только британских эсминцев, потому что все-таки есть гап, и вы сможете увидеть эти торпеды, но, и также немецкие эсминцы, но бывают такие ситуации, когда хороший японский эсминцевод на Шимакадзе просто аккуратненько так в ваши дымы накидает три веера торпед из 15, и вы будете просто не сможете никуда уйти, даже если вы увидите эти торпеды далеко. Ладно, смотрим результат этого боя, тут все понятно, это слив, но старался сделать все, что можно. Давайте вернемся в порт, и подведем небольшой итог, именно не по этому бою, а по этому эсминцу, и вообще по британским эсминцам. Конечно, эсминцы, на мой взгляд, получились с одной стороны интересные, на них можно играть, они довольно-таки своеобразные, к ним надо подобрать такой своеобразный ключик к игре на этих эсминцах, но здесь надо на них играть действительно очень-очень аккуратно, то есть здесь вам, если в обыкновенной игре на японских эсминцах вам надо всего лишь только знать, какая дальность маскировки, и примерно там какая дальность РЛС у вражеских кораблей, и вам этого достаточно, ну и дальность хода ваших торпед, и кидайте по КД свои торпеды, и сильно вперед не лезете, и радуйтесь результатом, что вот кто-то там нарвался на ваши торпеды, то здесь надо прикладывать, ну действительно больше таких вот, скажем так, расчетов для того, чтобы более успешно играть, поэтому если вы любите играть на эсминцах, и называете себя эсминцеводом, если вы опытный эсминцевод, то я думаю вам и так все ясно и понятно, если вы эсминцевод-среднячок, ну наверное пока для прохождения британских эсминцев вам еще пока рановато браться, ну вы не будете достигать там больших результатов, и приносить большую пользу для своей команды, а если вы, скажем так, начинающий эсминцевод, либо вот, скажем так, ну откровенно слабо играете, то я вам всячески не рекомендую прокачивать эту ветку, пускай она будет где-нибудь там чуть-чуть потом, на попозже, когда вы наберетесь опыта, и когда уже сможете играть на эсминцах других наций и более успешно, и более, ну вы просто наберетесь опыта, и вам будет тогда просто и спокойно играть на британских эсминцах. Сейчас же для прокачки, если там назовем первая, вторая, третья, четвертая ветка, то я опять же не рекомендую прокачивать эти вот британские эсминцы, и также британские крейсера, вот, качайте британские линкоры, там все просто, берете, заряжаете фугасы и погнали, качайте все в маскировку, в ремонт, и кидайте фугасы и радуйтесь, это для новичка будет само то. Все, я на этом видео буду свое заканчивать, если было интересно вам и чем-то я был вам полезен, поставьте лайк, не стесняйтесь, если было неинтересно и было что-то там, скажем так, что вам очень сильно не понравилось, можете поставить дизлайк, если хотите, можете подписаться на канал, также на паблик в группе ВК. Все, желаю вам всего самого наилучшего, побольше побед в рандоме, побольше хороших, адекватных союзников, чтобы они вот так вот просто не сливались, пока вы стараетесь что-то сделать на другом фланге. Все, ребята, все вам хорошего и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok